Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хван. Я приветствую вас на канале Процветок. Очень скоро к нам придут новогодние праздники. Для многих, кто родился в СССР и уже в более позднее время по нашей традиции, новогодние праздники являются временем отдыха, временем поздравлений, временем подарков, временем хорошего настроения и, конечно же, замечательного новогоднего стола. С давних пор к новогоднему столу нам всегда хотелось припасти какие-то деликатесы, какие-то вкусности, какие-то, может быть, дорогие продукты питания. Мы всегда привыкли с определенной долей благоговения и уважения относиться к таким деликатесам, как красная рыба, прочие продукты подобного рода, особенно те, кому эти продукты не были доступны в советские времена. Однако же доступность продуктов таких, какая она есть сейчас, к сожалению, сыграла с человечеством, и это действительно глобальная проблема, довольно злую шутку. Многие из продуктов питания, которые для нас всегда были признаком достатка пользы и такой обязательной пользы для здоровья, превратились, напротив, в чрезвычайно ядовитые продукты, источники всевозможных отравляющих веществ. Сегодня мы поговорим с вами о тех ядовитых продуктах, которые могут легко оказаться на вашем новогоднем столе. Конечно, я сразу предупрежу, что съев один кусочек или небольшое количество, вы не отравитесь и тут же не попадете в больницу. Однако же систематическое потребление подобного рода продуктов питания может привести к формированию достаточно серьезных патологий. К одному из видов деликатесных продуктов относится красная рыба. Красная рыба сейчас доступна, продается в большом количестве и разнообразии вариантов соленая, копченая, консервированная, свежая, замороженная, какая угодно. К красной рыбе относятся различные виды рыб семейства лососевых. И вот обилие ее на прилавках обуславливается лишь тем, что она стала очень широко культивироваться. Вообще-то считается, что культивированная рыба является менее опасной, чем дикая. Рыба тем опаснее, чем выше она находится в пищевой цепочке или если они находятся на вершине пищевой пирамиды. Понятно, что в природе все друг друга едят, кто-то кого-то ест. И тот, кто ест последним, накапливает в себе большое количество загрязняющих веществ. К сожалению, человек за время своей промышленной деятельности, особенно в некоторых регионах мирового океана, в том числе в тех регионах, которые являются промысловыми, там, где добывается рыба, уже довольно-таки подгадил и загрязнил окружающую среду. К наиболее серьезным токсикантам относятся тяжелые металлы, такие как кадмий и особенно ртуть, а также всевозможные диоксины и прочие органические соединения, обладающие сильной отравляющей силой и действием. Особенно неприятно это все в Балтийском море. Атлантический океан же более-менее чистый. Есть очень загрязненные регионы Тихого океана. Ну и вообще такие регионы точечно разбросаны по всему миру. Поэтому после фиксирования частых случаев отравления, в том числе тяжелыми металлами, при поедании дикорастущих, выловленных в дикой природе рыб лососевых, вот те же японцы, например, резко перешли на культивированный лосось. И в основном они потребляют культивированного лосося. Считалось, что это является безопасным. Однако же десятилетиями культивированный лосось на фермах, где он находится в достаточно скучном состоянии. Вот эти много лет культивирование на фермах лососевых рыб привело к тому, что они стали, пожалуй, одной из самых токсичных или видов питания, токсичных видов питания на нашем столе. Корма, которые готовятся для этого лосося, являются в свою очередь токсичными, поскольку вылавливаются рыбы из неблагополучных по экологическому состоянию регионов, из этой рыбы готовится корм, добавляются всевозможные гормоны, химические добавки и так далее, и так далее. Это все скармливается рыбе на фермах. После этого рыба, соответственно, пропускает через себя эти металлы, что-то оставляет в своем организме, что-то падает на дно и там концентрируется. Рыбу вылавливают, запускают туда нового малька, и эти донные отложения накапливают, накапливают, накапливают в себе всевозможное количество токсикантов. Среди культивируемых видов лосося чаще всего встречается как раз форель, но также и горбуша культивируется, и кита, и кижуч, ну и, собственно, сам лосось. Они все уже культивируются. Но форели и горбуша являются наиболее частыми культивируемыми видами лососевых рыб. Поэтому, что я могу сказать? Вот будет этот кусок форели, или из культивированной форели, скорее всего, или из дико выловленной, что навряд ли, я такую рыбу употреблять не стану. Она для меня является источником, и для всех нас является источником, большого количества отравляющих веществ, тяжелых металлов. Еще раз повторюсь, что такое большое количество? Конечно, если вы выпьете стакан раствора соли и ртути, то вы, конечно, попадете в больницу и умрете. Здесь таких концентраций, безусловно, нет. Но если вы любители суши, где обязательно используются подобного рода рыбы, или вы, в принципе, часто потребляете ее, то у вас велики риски накопления этих тяжелых металлов и, как следствие, образования всевозможных патологий, в том числе, к сожалению, доонкологических. Ну, это касается не только лососевых рыб, это касается и других промысловых рыб. К сожалению, вот такая промысловая рыба, как тунец, она тоже часто используется в пищу, и в том числе на праздничном столе, и салаты делаются, и мимоза, и фаршированные яйца, и что угодно. Много блюд всяких делается из консерв рыбных. Вот тунец тоже по праву считается одной из наиболее токсичных, особенно по ртути, видов рыб. Можно сказать, что из более-менее доступного ассортимента рыбы морской тунец является лидером по содержанию ртути и других тяжелых металлов. Ну, и еще разные виды акул. Они тоже находятся на вершине пищевой пирамиды, цепочки, и, соответственно, накапливают огромное количество токсических веществ. Токсические вещества в рыбе распределены неравномерно. Наибольшее количество токсических веществ попадает в печень, ну, как и у человека, поскольку печень является таким фильтратором, обезвреживателем различных токсических веществ, попадающих в организм. А также содержится в тех местах, где наблюдается наибольшее накопление жира. Если вам все-таки захочется к празднику приобрести вот такой вот кусочек рыбы, то избегайте тех кусочков, которые находятся поближе к хвосту. С одной стороны, они содержат больше жира и являются более вкусными. С другой стороны, они накапливают большее количество токсичных веществ. Выбирайте более толстый кусочек, тот, который больше представлен мышечной тканью и который находится ближе к голове. Также значительное количество токсикантов накапливается в брюшках лосося. Брюшки лосося являются, ну, довольно дешевым продуктом рыбы. И те, кто не могут себе позволить вот кусок лосося, они зачастую используют вот эти самые брюшки. Или замороженные, или подкопченные, варят супы и так далее. К сожалению, я не рекомендую использовать эти продукты питания и рекомендую вам всё-таки их избегать. Тем более рыбы много на прилавках, и среди неё можно выбрать та, которая действительно является безопасной и полезной для нашего здоровья. Поэтому, кроме тунца, я ещё в сторону отставлю, к сожалению, печень трески. Почему к сожалению? Потому что я её очень люблю. Салат с рисом, печенью треской, зелёным луком. Очень вкусный, рецептов очень много разных, все хорошие. Печень трески долгое время считалась, но, собственно, она является достаточно полезной, поскольку содержит значительное количество витамина А. Ну вот теперь я, как источник витамина А, уже не использую печень трески, а как источник омега-3 жирных кислот не использую лососёвые виды рыб и тунец. Что же выбрать? Давайте посмотрим на часто потребляемые в пищу распространённые виды рыбы. Что можно порекомендовать? С одной стороны, мелкие рыбёшки, которые находятся в основании пищевой цепочки, такие как килька, салака, мойва, другая мелкая рыба, они содержат совершенно незначительное количество токсикантов и незначительное количество в том числе тяжёлых металлов. Однако же они хороши только тогда, если они не выловлены в Балтийском море. Вот здесь у меня баночка Балтийской кильки. Вот я бы съел с удовольствием этой кильки с чёрным хлебом, а однако же только не Балтийскую. Поэтому Балтийскую кильку я тоже отставляю в сторону. Балтийскую есть не буду. К хорошим рыбам, которые обладают и высокой диетической, и пищевой ценностью, и содержат значительное количество омега-3 кислот, обладают хорошим белком и так далее, безусловно, относится атлантическая сельдь. Атлантическая сельдь в полной мере является здоровым питанием и может использоваться вами хоть ежедневно в повседневном питании. Она не накапливает, несмотря на то, что является достаточно жирной. Скумбрия. Если скумбрия атлантическая, то это очень хороший диетический продукт. Она может быть жирной, но она также не накапливает значительных количеств токсикантов и тяжёлых металлов и находится среди тех рыб, которые необходимо включать в свой рацион и необходимо употреблять в пищу. Кроме того, к продуктам, которые практически не накапливают вот этих опасных токсических металлов и токсикантов, относится кальмар. Из него тоже можно приготовить множество салатов. Совершенно ничтожное количество тяжёлых металлов находится в креветках. Ну вот у меня баночка мяса криля, но на самом деле в любом виде креветки вы можете использовать также для приготовления салатов, каких-то намазок, каких-то бутербродов. А это совершенно здоровый продукт, пригодный и для детского питания, и для питания пожилых людей, и вообще всех, потому что он содержит очень большое количество омега-3 жирных кислот и очень полезен. Ну и, наверное, лидер по полезности своей с точки зрения отсутствия там токсикантов и отсутствия тяжёлых металлов среди рыб, ну поскольку вот кальмар – это моллюска, а это вообще ракообразная креветка, то среди рыб лидером является сардина. Вот сардина накапливает ещё меньше, чем килька, чем мойва, чем салака, чем сельдь и чем скумбрия. Но имейте в виду по скумбрии. Скумбрия должна быть только атлантической. Тихоокеанские виды скумбрии, крупные такие, здоровенные скумбрии, они ближе к тунцу, и они являются, как и тунец, одними из лидеров по накоплению тяжёлых металлов. Таким образом, такие продукты, морепродукты, как креветки, сардины, кальмары, ещё такая рыба сайда есть, она тоже накапливает очень-очень мало. Масляная рыба накапливает очень мало, из неё можно сделать бутербродики. Сеть, ну мойва, салака и килька, если она только не балтийская. Вот это хорошая рыба, которая не накапливает. К средней накапливаем можно отнести палтуса и камбалу. Вот там так-сяк, то есть она на среднем уровне накапливает. Этот средний уровень, это примерно в 20 раз больше тяжёлых металлов, ртути, чем накапливает, например, сардина. Ну а много накапливают лидеры, это примерно в 60-70 раз больше накапливают, чем сардина. К ним относятся всевозможные тунецы, консервированные, замороженные и всякие разные. Вот. И также акульи рыбы, а также различные виды скумбрии, но за исключением атлантической скумбрии. Поэтому вот эти вот продукты я отставляю в сторону и не рекомендую вам их иметь на вашем новогоднем столе и уж тем более в повседневной жизни. Ну а вот эти вот рыбы, они являются полезными. И, пожалуйста, придумывайте какие-то варианты, как той же масляной рыбой заменить форель, а среди консервированной рыбы для разных салатов выбирайте вот те морепродукты, о которых я сказал. Надеюсь, это видео будет полезным для вас. Вы сделаете правильный выбор, сохраните здоровье себе и своим близким. Будьте здоровы и со скорым Новым годом. Всего хорошего!